Микс Ньюс. Здравствуйте, 12 часов 15 минут. Это программа «Разворот». Сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская, помогает звукорежиссер Евгений Копеин. В гостях у нас начальник отдела по борьбе с преступлениями на сексуальной почве Олег Ловчиновский. Здравствуйте. Добрый день. Телефон прямого эфира, сразу напомню, 672-12-93-9, 672-13-93-9 и номер WhatsApp-а 230-6191. Тоже можете туда писать и вопросы, и комментарии. Говорим мы сегодня, как уже понятно из названия, должности о преступлениях на сексуальной почве. Это и дети, и взрослые. И вот недавно, в связи с чем мы актуализировали этот вопрос, суд в Риге приговорил к 14 годам тюрьмы мужчину, который в прошлом году за сексуальное использование малолетней родственницы задержан совместно с Федеральным бюро расследования. Он осужден на 14 лет. То есть такой масштабный проект. Что это? Можете ли подробнее рассказать про этот случай? Да, это было расследование год назад. Как раз это было лето 2018 года. С чего все это началось? В интернете существуют специализированные платформы, где люди могут зарабатывать деньги, транслируя свое интимное видео. Как правило, это происходит в прямом эфире. Люди сидят перед камерой. Те, кто смотрит, просят их произвести определенные сексуальные действия, платят им за это деньги, они производят эти действия. Таким образом, люди зарабатывают себе какие-то деньги. Как правило, большинство этих сайтов очень распространены в Западной Европе, в Америке, в Северной Америке и достаточно малоизвестно у нас. Коллеги из ФБР производят мониторинг этих сайтов для того, чтобы там не распространялась детская порнография, какое-то насилие и какие-то неприемлемые сексуальные формы. И монитория трансляции, они увидели трансляцию, потому что проблема в том, что это все прямые трансляции. То есть, как только вы видите, что что-то происходит незаконно, это невозможно прервать, потому что это происходит онлайн. Они увидели трансляцию, где мужчина сексуально использовал маленькую девочку в прямом эфире. Естественно, они сразу обратили на это внимание. Через IP-адрес идентифицировали, что это Латвия. Трансляция ведется из Латвии. Сразу же сообщили в киберотдел латвийской полиции. Киберотдел установил по IP-адресу, откуда ведется трансляция. Сообщили нам, поскольку мы являемся профильным отделом по сексуальным преступлениям, было заведено уголовное дело. Как только было установлено конкретное местонахождение этого человека, в тот же день были взяты обыска в порядке неотложным. Произведены обыски, задержан виновное лицо, изъяты вещественные доказательства произошедшего. И достаточно быстро, буквально в течение двух-трех дней после получения информации, она была отработана, человек был задержан. То есть, в общем, если никто не запутывает, преступники не запутывают следы с IP-адресом как-то, не делают переадресацию, то достаточно быстро все это происходит. Буквально в течение нескольких недель уже можно, с момента появления информации до задержания непосредственного, уже все происходит быстро. Если человек не использует никакие технологии для анонимизации своего пребывания в интернете, то это можно сделать очень быстро, буквально в течение нескольких часов. Но ведь преступники тоже становятся, наверное, изощреннее, как-то пытаются спрятать вот этот IP-адрес и как-то спрятать следы все свои. К нашему сожалению, в интернете очень легко доступны технологии анонимизации, различные VPN-серверы и прочие технологии, которые позволяют скрыть свое реальное местонахождение. Те, кто их использует, они досягаемы, но это требует действительно очень большой работы, очень большого временного и человеческого ресурса. Однозначно это нельзя сразу же, заметив какое-то преступление, выдвинуться на местонахождение. Но по-прежнему есть преступники, которые не используют никаких подобных технологий. В таком случае нам удается очень быстро их найти, установить и предотвратить дальнейшие преступления. Вы сказали, что очень много платформ существует для такого вида материалов. И в Западной Европе у нас тоже. Почему они не блокируются? Это возможно вообще как-то провести, если и полиция знает, что существуют такие платформы и все ответственные органы? Эти платформы являются легальными, и это обычный бизнес, потому что совершеннолетние люди имеют право свои действия сексуального характера выкладывать в интернет и зарабатывать на этом деньги. Проблема в другом. Проблема в том, что для того, чтобы попасть на этот сайт, начать просматривать или начать вести свою трансляцию, достаточно просто нажать на кнопку, что да, мне есть 18 лет. И на этом технологии проверки личности заканчиваются. Соответственно, если кто-то хочет использовать этот сервис для того, чтобы зарабатывать деньги, показывая нелегальную порнографию, потому что, к сожалению, достаточно много людей, которым это интересно и которые готовы за это платить деньги, это очень просто. Точно так же есть и другая сторона проблемы. Дети очень легко могут попасть, потому что для того, чтобы смотреть, просто смотреть трансляцию, как правило, ничего платить не надо. Платить нужно, если ты хочешь высказывать какие-то пожелания и коммуницировать с конкретным человеком. Но любой ребенок, по сути, если он знает адрес этой платформы, может туда зайти, нажать, да, мне есть 18 лет, и смотреть эту трансляцию и таким образом получить информацию, которая не соответствует его возрасту. Ну да, хотя у нас дети тоже до 18 лет, и потом на следующий день после дня рождения уже вроде как ты уже не ребенок, и уже тебе все можно. Да. С другой стороны. Вы тоже упомянули мониторинг вот этих платформ, и наверняка у нас в Латвии же тоже происходит мониторинг, есть вот этот отдел по мониторингу. Это же вообще должны быть очень стрессоустойчивые люди, потому что там не для слабонервных порой бывают материалы. В государственной полиции нет специального отдела, который бы мониторил безостановочно интернет на предмет распространения каких-то нелегальных материалов. На это у нас, к сожалению, пока что нет ресурса, но это происходит. Как правило, мы стараемся реагировать все-таки на самые какие-то горячие случаи, где связанные с детьми, связанные с сексуальным насилием, с какими-то призывами к насилию. На это мы стараемся реагировать, но мониторинг в круглосуточном, безостановочном формате не происходит. Если в общем о статистике по сексуальным преступлениям в Латвии говорить, что меняется из года в год? Мы видим, что если мы смотрим пропорции, сколько преступлений сексуального характера происходит в интернете, сколько происходит в реальной жизни, то в последние годы все больше смещается перевес в сторону преступлений, которые происходят в интернете. Но тут надо понимать, что мы говорим о регистрированных преступлениях. То есть это люди, которые дошли до полиции, написали заявление. Одна часть, и вторая часть, то, что мы в ходе своей оперативной деятельности и расследования других преступлений находим информацию о других преступлениях, о которых нам никто не заявил. С каждым годом все больше перерастает пропорция интернет-преступлений. Но это абсолютно не значит, что это объективная картина, потому что уровень латентности преступлений в интернете, он очень велик. Кроме того, поскольку тема сексуального преступления, она является очень чувствительной. Зачастую люди, когда понимают, что они стали жертвами какого-то мошенничества или обмана, от них обманы потом были получены фотографии интимного характера, или они вступили в какую-то переписку, которая впоследствии оказалась каким-то мошенничеством, они не идут сообщать об этом в полицию, потому что они считают, что лучше я как-то тихонько это переживу. Эти материалы где-то там, может быть, улетели в какую-то далекую страну через интернет, и они никогда в Латвии не появятся. К сожалению, это не так. И у нас бывали случаи, что мы находили на специализированных форумах в Даркнете, которыми пользуются люди, имеющие такой вот нездоровый интерес к маленьким детям, материалы с участием латвийских детей. Потом, когда мы приезжали к ним домой и говорили, здравствуйте, мы нашли, как родителям, естественно, они к детям и говорили, здравствуйте, мы нашли фотографии вашего ребенка. Родители были очень удивлены, и только после этого начинался разговор с детьми о том, как же эти фотографии получились. И для родителей был шок, что их не ребенок, что он делает в интернете, где он делает в интернете. И это показывает о том, что не хватает вот этой коммуникации между родителями и детьми. Родители зачастую просто не знают, чем их дети занимаются в интернете. А как можно найти, если, например, где-то в Даркнете вы наткнулись или вам прислали, что вот там латвийские дети, грубо говоря, это же только фотография, как можно понять, кто, кто, как, вот этот весь механизм расследования? Это очень сложный и трудоемкий процесс, тем более, что мы стараемся соблюдать все права ребенка в его интересах, чтобы информация не распространялась по школам, по каким-то социальным службам и так далее. Поэтому мы такими методами не пользуемся. Это действительно очень сложный и трудоемкий процесс. Но, как правило, нам удается установить конкретного ребенка. Вы сказали, что иногда для родителей становится шоком, что такие фотографии или видеоматериалы какие-то попадают, чем занимаются их дети. Но мы знаем случаи в Латвии в том числе, когда родители непосредственно тоже участвуют как-то и для создания, и для продвижения такого материала. За последний год-два бывали такие случаи? К сожалению, такие случаи тоже есть. И в нашей практике, наверное, такой очень иллюстративный пример. Зачастую преступники, которые хотят заполучить фотографии маленьких детей, они создают поддельные профиля в социальных сетях, выдавая сами себя за подростков и коммуницируя от лица подростка. Естественно, таким образом построить коммуникацию легче. Но бывает и так, что они показывают свой настоящий возраст, конечно, не показывают лица, но показывают свой настоящий возраст и начинают коммуницировать с женщинами, которые имеют детей, ищут через социальные сети женщин, которые имеют и начинают коммуникацию с ними, завоевывают какое-то доверие, строят диалог и потом просто просят изготовить сексуальные фотографии их детей, либо произвести какие-то действия сексуального характера перед камерой, обещая за это денежное вознаграждение. Таких случаев немного, но они, к сожалению, есть. И нами был открыт один такой человек, который этим активно занимался. Сейчас вся доказательная база собрана, дело в ближайшее время будет направлено в прокуратуру. Но здесь очень большой вопрос квалификации, потому что статья о вовлечении малолетнего лица в изготовление порнографической продукции является особо тяжким преступлением по латвийскому законодательству. Кроме того, здесь еще можно рассуждать о том, нету ли здесь признаков торговли людьми, потому что если даже родитель своего ребенка фотографирует и эти фотографии кому-то продает за деньги, то здесь есть поле для дискуссий, не является ли это торговля людьми. Вы сказали, что иногда находят мужчину, женщину с ребенком. В какой момент эта женщина может сообщить в полицию? В тот момент, когда ей начинают поступать такие предложения, она уже понимает, что что-то не так? Или уже когда все произошло, и у нее реакция, что же она делала, и после этого она только обращается в правоохранительные органы? Конечно, нужно обращаться. Как только вы видите, что эта коммуникация происходит не в том направлении, в каком она должна была бы происходить. Как только вы видите, что человек высказывает интерес не к вам, что в принципе было бы нормально и логично, а к вашим детям, сразу же нужно обратиться в полицию, потому что на этом этапе у нас есть возможность этого человека еще каким-то образом идентифицировать. После того, как все произойдет, скорее всего, он удалит свой профиль, сотрет все данные, и найти нам его будет очень сложно, особенно учитывая то, что для коммуникации, как правило, используются либо социальные сети, находящиеся в Америке, либо социальные сети, находящиеся в России. Соответственно, процесс запроса и получения информации, он достаточно долгий, и доказательства в цифровом мире могут просто пропасть уже за это время. Поэтому не надо бояться обращаться в полицию, мы реагируем на каждое заявление, и то, что я не могу вам обещать, что абсолютно каждый случай будет раскрыть, но я могу обещать, что мы сделаем то, что в наших силах для того, чтобы его раскрыть. Но ведь это такая тема, вы уже сказали, что интимная, и порой бывает там стыдно, как-то неудобно, и поэтому тоже, наверное, часть людей считает, ну ничего страшного, там где-то с кем-то попереписывались, где-то что-то отправили, ну как бы не буду выносить на общий суд. Как показывает практика, рано или поздно большинство этих случаев все-таки всплывают, и лучше это будет, если человек сообщит в полицию, по возможности мы постараемся сделать то, что в наших силах, чтобы найти этого человека, эти материалы, и возможно мы еще успеем изъять эти материалы, пока они не были распространены через интернет. Ребенок имеет право, согласно нашему законодательству, получить реабилитацию, получить услуги психолога, пройти курс, и таким образом как-то сгладить последствия от этой ситуации, чем эти фотографии, как у нас бывало, тоже такие случаи, когда фотографии кому-то посылаются, мальчик переписывается с условной девочкой, которая высказывает ему комплименты, посылает якобы свои интимные фотографии, которые скачаны из интернета, получает в ответ его интимные фотографии, а потом эти фотографии распространяются среди одноклассников, друзей, рассылаются в его списке контактов в социальной сети, и когда вот эти фотографии ему показывают его одноклассники, вот это действительно может быть очень серьезной психологической травмой для ребенка, и чтобы такую ситуацию избежать, как только, если родителям стало известно, что его ребенок куда-то послал свои сексуальные фотографии, нужно об этом сразу сообщать в полицию, но мы постараемся, если это возможно, изъять эти фотографии, чтобы они никуда не попали. В Латвии бывали такие случаи, вот то, что вы описали? Да. Как часто? Мы знаем о нескольких таких случаях, но я уверен, что их гораздо больше. Просто многие боятся, стыдятся, не верят, что это можно расследовать. Нам надо прерваться на новости рекламы, мы продолжим тему после перерыва, не переключайтесь. Мы продолжаем программу «Разворот», начальник отдела по борьбе с преступлениями на сексуальной почве, госполиция Олег Ловчиновский у нас в студии. Здравствуйте еще раз. И перед перерывом на новости мы начали такую тему нового вида буллинга, наверное, травли, если можно так сказать, когда интимные фотографии кому-то пересылаются в группе, в классе, между собой как-то все это появляется. Вот что потом с этим ребенком происходит? Насколько сильны у них травмы? Их переводить надо в другую школу, возможно, переезжать в другой город? Здесь это все очень индивидуально и зависит от личных взглядов и допустимых для него границ интимности конкретного ребенка. Конечно, это очень большая травма для большинства детей. И когда эта фотография помещается мошенническим образом полученной, либо бывают ситуации, сегодня мальчик с девочкой встречаются, завтра они расстались, какие-то интимные фотографии посылаются как в отместку за какие-то неудавшиеся отношения, и они просто помещаются в WhatsApp-группу класса, и эта девочка или этот мальчик приходит в класс, и все на него показывают пальцем, конечно, для большинства детей это очень серьезная травма. И тут требуется очень квалифицированный психолог для того, чтобы как-то ребенку помочь это пережить. Но в то же самое время нельзя не сказать, что есть и такие дети, которые достаточно спокойно к этому относятся и говорят, у нас были случаи в практике, когда дети говорили, дети, скажем так, подростки, там, 13-14-15 лет, говорят, ну и что? Да, это мои голые фотографии. Я такая или я такой. Да, тут нечего стыдиться, это же я, ничего некрасивого на них нет. А чего здесь стыдиться? А последствия их не волнуют? Мы говорим с ними о возможных последствиях, но это другое поколение, это другое восприятие границ допустимого, границ какой-то своей интимности. Но они смотрят на эти вещи по-другому. Конечно, для нас это ничего не меняет, насколько сильно травмированный ребенок. Для нас это все равно преступление, мы его расследуем точно так же. С психологической точки зрения, да, этому ребенку будет легче, если он к этому относится проще. Вот по поводу наказания, вы все равно расследуете это дело, и, как правило, виновным в этом будет точно такой же подросток. Что с ним, какие последствия для него за размещение фотографии, например? Это самая сложная ситуация, потому что возраст уголовной ответственности у нас наступает с 14 лет. И здесь важно понимать, что даже изготовление и пересылка детской порнографии, коей у нас является изображение ребенка, то есть лица до 18 лет, без одежды, либо в одежде вызывающего характера, либо в сексуальной позе, он не обязательно должен быть раздет. Это может быть очень скромное сексуальное белье, несовершеннолетнее, не сфотографирован в нем, и это может читаться детской порнографией. И даже если это по обоюдному согласию изготовленные пересланы друг к другу, это уголовное преступление. И если даже несовершеннолетние между собой это делают, они должны отвечать перед законом за это. Поэтому здесь такая дилемма, что же делать в этих случаях. И если человеку 14 лет есть, и это было злонамеренно, как какая-то отместка за что-то, за какие-то неудавшиеся отношения или еще за что-то, конечно, они призываются к ответственности. Реальное тюремное заключение, естественно, они не получают, но определенные меры воздействия уголовный закон для них предусматривает. Когда это по обоюдному согласию, но это более сложная ситуация, тут уже… Каждый случай индивидуальный. Надевайте наушники, примем звонок. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. В Латвии забилось очередного, можно сказать, грустного успеха, если можно так сказать, заняло первое место в Евросоюзе по количеству тяжких преступлений, таких как насильственные смерти и убийства, обогнав даже Болгарию с Румынии, неблагополучных странах. А как в вашей сфере стоят дела в Латвии по отношению к другим странам Евросоюза? Спасибо. Спасибо. Это сложно сравнивать, поскольку уровень жизни разный, состав населения разный. В целом, если говорить о тенденциях, то насильственных преступлений, именно насильственных сексуального характера у нас достаточно мало. очень большая пропорция преступлений, совершенных в интернете. Если мы говорим о классических изнасилованиях, где условно женщина вечером идет по парку и кто-то ее хватает и затаскивает в кусты, то такие случаи, они единичны. И раскрываемость этих случаев близка к 100%. Такое происходит действительно очень редко. Анализируя эти случаи все абсолютно, поскольку идея создания нашего отдела и была в том, чтобы проводить и аналитическую работу, и анализируя вот за последние три года все случаи сексуального насилия, мы видим, что больше 80% случаев реального физического насилия происходит со стороны близких людей в известной и знакомой обстановки. То есть это либо родственник, либо какой-то знакомый, либо какой-то случайный знакомый, с которым жертва решила продолжить вечер в гостинице, либо у себя дома. Подавляющее большинство, больше 80% происходит со стороны знакомых людей в обстановке, куда человек попадает добровольно. Ну вот вообще, так уже вы тихонечку подошли к этой теме харрасмента, и насколько сейчас, то есть если раньше там, например, женщина с мужчиной встретились, провели вечер вместе, с утра там что-то между ними произошло ночью, да, и с утра как бы она понимает, что ну вроде как и она была не против, и была пьяная, и обстоятельства все к этому шли, а сейчас даже там, не знаю, руку на коленку положи, уже харрасмент. Вот сейчас насколько в Латвии вот эти вот заявления по поводу того, что, не знаю, там шлепнул, посмотрел не так, как у нас градируется вот это? Это преступление, и что уже считается преступлением, и еще не считается преступлением, где эта грань? Закон строго не оговаривает, что есть хорошо, что есть плохо, это вопрос индивидуального восприятия жертвы. Если кто-то считает там и какой-то непристойный взгляд уже оскорблением для себя, для кого-то там и прикосновение считается вполне приемлемым. Это вопрос индивидуального восприятия. Заявлений, можно сказать честно, такого характера, что кто-то меня шлёпнул или ещё что-то, но это единичные случаи. Но что касается совместной, бывает, но их очень мало. Совместно проведённой ночи, последствия которой оценивают стороны по-разному, это достаточно распространённая практика. Когда женщина наутро приходит в полицию с заявлением и говорит, что вчера она познакомилась с мужчиной, она называет его данные, телефон, они добровольно провели ночь вместе, но на данный момент она считает, что это было изнасилование. Это очень сложно для расследования случая, потому что точка зрения мужчины, что всё было по поведенному согласию, скажем так, объективные медицинские показатели говорят в пользу версии мужчины, но опять-таки с точки зрения современности сексуальное насилие не обязательно связано с нанесением каких-то травм и физических повреждений, поэтому тут необходимо уже очень детализированно разговаривать и с потенциальным виновным, и с потенциальным жертвой, выяснять обстоятельства всё-таки, как это произошло, при каких обстоятельствах, и рассматривать очень индивидуально каждый случай. Вот эти вышеупомянутые случаи, как часто они бывают с иностранцами, например, да? Мы знаем, что эти случаи, ну, наверное, достаточно часто, это всё-таки с иностранными гражданами, которые сюда приезжают. В общем-то, мы знаем, что, да, сексуальный туризм у нас тоже существует. Я не могу сказать, что их большинство нет, их не большинство, большинство всё-таки с местными происходит. Да, такие случаи с иностранцами есть, но здесь, скажем, тоже надо выделить категорию женщин, как правило, хотя, конечно, мужчины тоже оказывают подобного рода услуги, которые осознанно это делают, знакомятся с иностранцами, и чтобы совместно провести вечер в обмен на какие-то материальные блага. Это одна категория. Там, как правило, проблем нету, потому что стороны изначально понимают, на что они идут. Но варианты случайных знакомств, как правило, это связано с употреблением алкоголя. Впоследствии решили продолжить вечер, и женщина рассчитывала, что это начало красивой истории о замужестве и отъезде за рубеж. Турист думал немного по-другому. Тут бывают варианты, и на утро их не версия о произошедшем, и значение этого расходится. Вообще, когда думаешь о преступлениях на сексуальной почве, жертва – это сразу в голове либо женщина, либо дети, несовершеннолетние. Можете ли вы как-то развенчать этот миф? Есть ли мужчины среди жертв преступлений на сексуальной почве? Мужчины среди жертв есть. Если мы анализируем, опять-таки, количество жертв по половому признаку, то более 90% жертв – это женщины, мужчины – только неполные 10%. Но я не думаю, что эти данные объективны, потому что, во-первых, мужчине гораздо сложнее об этом рассказать. Очень многие об этом не хотят рассказывать, потому что считают, что, ну как, так мужчина может быть жертвой сексуального преступления. Кроме того, если какое-то насилие совершено в отношении мужчины, то, как правило, это гомосексуальные отношения. И в этом случае тем более далеко не каждый мужчина будет готов рассказать о пережитом насилии. Он скорее смирится с тем, что жертва останется безнаказанной, чем условно, публично прозвучит то, что он был подвергнут насилию со стороны другого мужчины. В каких обстоятельствах вам могут такие случаи произойти? Это, ну, наверное, не просто по улице шел и вас схватили? Как правило, это тоже в среде знакомых. Зачастую жертва находится в какой-то зависимости от преступника. Либо это финансовая зависимость, либо как-то уговаривают. Часто преступники выбирают для насилия жертв, которые не могут за себя постоять. То есть либо это люди с какими-то задержками умственного развития, либо это люди, которым они давно входят в круг их доверия. И просто человеку говорится о том, что ведь насилие, оно не обязательно связано с какими-то физическими угрозами. Оно может быть просто уговоры, вызывание какому-то чувству совести, требование благодарности за что-то. То есть жертва вводится в такое состояние, когда она чувствует себя что-то обязанное сделать для этого человека. И таким образом совершаются какие-то действия сексуального характера с ней. Пишет нам в WhatsApp. В WhatsApp я слышал пару раз о домогательствах женщин-начальниц к своим подчиненным молодым парням. В случае отказа их уволили. Не сомневаюсь, что такие варианты происходят. Но смотря на это с точки зрения юриста, если были выдвинуты требования определенного характера, и это будет возможность доказать, можно это пробовать. Но, конечно, наверняка, как правило, это происходит не под запись, в какой-то непринужденной обстановке, без свидетелей. И здесь будет сложно. Вот по поводу доказательств хотелось бы тоже поговорить. Мы становимся умнее, общество становится умнее, у нас появляется все больше гаджетов, с помощью которых можно записать видео, записать аудио каким-то образом. Потому что доказать, что кто-то кому-то что-то сказал, это очень сложно, практически невозможно. И таким способом иногда, наверное, можно как-то прийти к заключению какому-то. Как часто вам жертвы предоставляют такие материалы? Уже сами приходят подготовленные, что называется. Вот у меня тут все есть, только сделайте и арестуйте, или осудите. Да, такие случаи есть. Как правило, это более молодые люди, которые понимают, что это переписка, эти фотографии, они содержат доказательную базу, они стараются это сохранить и предоставить нам. Конечно, такие дела расследовать гораздо легче, и установить виновное лицо, и впоследствии доказать это, и передать дело в прокуратуру и в суд. Самое обидное, когда родители находят у своих детей подобные переписки, и в первом порыве какого-то гнева стирают все, а потом начинают разбираться и решают обратиться в полицию. И когда мы просим предоставить эту переписку, он говорит, а я все стерла. И мы понимаем, что если стереть что-то из какого-то мессенджера, то это восстановить уже вторая копия будет только у преступника. И, как правило, преступники стирают свою версию. Поэтому единственная существующая версия находится у жертвы. Если родители ее сами уничтожают, отобрав телефон в порыве гнева у своих детей, это гораздо сложнее потом расследовать и доказать. Надевайте наушники, примем еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, ну ему полтора года. Зять пошел с ним на пляж, сфотографировал голого купающегося в воде, плескающегося, и прислал мне фотографию. Судя по вами сказанному, зятя можно привлекать к уголовной ответственности. Да и всех нас, у кого есть фотографии голых детей. Спасибо. Это тоже тема, которую хотелось бы обсудить. Отвечать на вопрос и продолжим. Хороший вопрос, который всплывает все чаще и чаще. Формально, с точки зрения закона об ограничении порнографии, любое изображение несовершеннолетнего лица является детской порнографией. Распространение, изготовление, хранение, распространение детской порнографии запрещено. Конечно, здесь я не думаю... Формально это преступление. Я не думаю, что в данном случае кто-то будет призывать этого человека к ответственности за изготовление этой фотографии, если это изготовлено для семейного архива. Хотя, опять-таки, говорю сразу, что закон предусматривает такую возможность. Но вот пересылать ее точно бы не следовало, потому что одно дело человек сфотографировал, оставил у себя дома и показывает это исключительно в семейном кругу, очень ограниченному кругу лиц. Но пересылка – это точно то, чего не следует делать, потому что, когда вы пересылаете, это уже коммуникация не только между вами. Это изображение проходит через все интернет-технологии, через провайдера. Вы никогда не можете знать, не хранит ли провайдер копию этого изображения. Вы не можете уже быть в этом уверены. Поэтому пересылать такие изображения точно не следует. В общем, стираем все семейные группы в WhatsApp, в социальных сетях, никому ничего не присылаем, только при личной встрече. Можно в неблагоприятной атмосфере на работе, в случае харассмента, каждый день вести аудиозаписи, а затем использовать для доказательства в полиции и суде, спрашивает у нас радиослушатель. Да, конечно, если это происходит систематически, и этому имеются какие-то подтверждения, зафиксированные в аудио или видеоформате, это такое дело, я думаю, имеет большие перспективы. Вот, продолжая тему, начатую слушателям нашим, по поводу фотографий малолетних детей, которые совсем маленькие, и родители иногда выкладывают в социальные сети, активно делятся. До какого возраста это приемлемо? Может ли к ним прийти полицейский и сказать, вот у вас там в профиле 20 апреля прошлого года вы выложили фотографии своей пятилетней девочки только в нижней части купальника на пляже, вот мы вас арестовываем? Любое изображение ребенка является детской порнографией, если ребенок голый, либо в несоответствующей одежде. Поэтому такое выкладывание в социальные сети точно не следует. Но я бы хотел обратить внимание родителей немножко на другой аспект, о котором мало кто думает. Понятно, что родители, когда выкладывают эти фотографии, они думают о том, что это мой ребенок, я хочу поделиться со своими родственниками, которые, возможно, живут не в Латвии, с друзьями, мы там обмениваемся фотографиями, комментируем, хвалим своих детей. Но вы должны понимать, что эти фотографии могут видеть и другие люди тоже. И люди, имеющие нездоровые сексуальные наклонности, которых возбуждают маленькие дети, они могут использовать эти фотографии в совсем других целях. И хотелось бы вам, чтобы такой человек скачал себе фотографии вашего ребенка и самодовлетворялся, смотря на нее. Подумайте об этом. Да, есть о чем задуматься. По поводу помощи. Вы упомянули, что с детьми работают активные психологи. Насколько, во-первых, их доступность у нас есть? Улучшается ли она? Потому что это тоже все-таки ресурсы, которые надо платить, и специалисты должны быть хорошими. Что касается реабилитации детей, пострадавших от сексуальных преступлений, то система отлажена, она работает достаточно хорошо. И эти психологи, они доступны. Конечно, в больших городах доступность чуть-чуть попроще, в сельской местности чуть-чуть сложнее с этим, но в принципе на всей территории республики они доступны. И любой жертве, пострадавшей от сексуального преступления, после того, как она признается потерпевшим, полагается, во-первых, финансовая компенсация от государства, достаточно внушительная. В каких размерах? Полторы-две тысячи евро. Это зависит, конечно, от преступления, от количества эпизодов, но в принципе где-то в этих пределах. Во-вторых, ему полагается социальная реабилитация, то есть после того, как он признает потерпевшим, он идет в социальную службу по месту своего жительства, и там он может получить, во-первых, консультацию психолога от социальной службы бесплатно, для него за это платит государство. Если требуется более длительная реабилитация в стационаре, то есть возможность отправить ребенка в специальный кризисный центр, где от 30 до 60 дней он может находиться, где он там живет, полностью оплаченное проживание, питание, и в ежедневном режиме с ним работают психологи, то есть проводят с ним специальный курс для того, чтобы, насколько это возможно, сгладить воспоминания об этом преступлении. А для взрослых людей, которые тоже подверглись сексуальному насилию, что для них, какие возможности? Взрослые люди тоже могут получить эту помощь, но, наверное, взрослым людям более актуальна будет консультация психолога, который поможет им как-то правильно настроиться и пережить это событие, потому что самое сложное зачастую для людей – это именно смириться с этим и понять, как же жить дальше и как строить свою жизнь после того, что произошло. Зачастую мы видим, да я бы даже сказал, в подавляющем большинстве случаев, что деньги особо никого не интересуют. Люди хотят понять, как им жить дальше. Надевайте наушники. У нас звонки под конец эфира по двум линиям. Постараемся принять и ответить на все вопросы. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не позвонил. У меня вот вопрос на тему подростков и их ответственности. И вопрос, наверное, больше на тему, знаете ли вы, проводится ли работа, образовательная, например, в школах приходит кто-то, рассказывает, читает лекции или объясняет, что это является как бы криминальной ответственностью, когда они пересылают друг другу фотографии слишком открытого характера, которые могут как бы восприниматься как детская порнография. Потому что я знаю, что у меня самого дочка уже из этого возраста выросла, но, в принципе, в подростковом возрасте они даже чисто по приколу друг другу присылают. Девчонки надевают мамину нижнее белье, присылают своим подружкам, показывают. И они, в принципе, это делают как бы невинно, но в то же самое время, я так понимаю, это уже как бы наказуемое такое действие. И вот вопрос именно, проводится ли какая-то информативная кампания или лекции читаются в школах, чтобы дети понимали, подростки понимали, чем это чревато. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Да, в полиции есть отдел превенции, который работает со школами, они проводят специальные лекции. Но, к сожалению, конечно, отдел у нас один, а школ очень много, поэтому нельзя гарантировать, что в каждой школе такая лекция пройдет. Не каждый на эту лекцию придет, не каждый, кто придет, услышит, что до него хотели донести. Поэтому здесь важно тоже, чтобы родители проговаривали со своими детьми все эти моменты, что даже если им это кажется, как правильно слушатель сказал, мы видим эти ситуации, когда в своем кругу подростки пересылают друг другу свои интимные фотографии, они не видят в этом проблемы. Мы же друзья, как бы у нас секреты друг от друга нету, но вы никогда не знаете, вы завтра, послезавтра больше не будете друзьями, кому эта фотография будет послана. Просто чтобы родители тоже помогали нам и проводили работу со своими детьми, объясняли им, что является допустимым, а что нет. А как вы думаете, школы должны вам помогать в этом? У нас часто обсуждается тема сексуального образования, насколько она нужна, насколько она может уменьшить такие случаи в том числе. Что вы на этот счет думаете? Хотелось бы? Примем еще один звонок, надевайте наушники. Здравствуйте. Добрый день. Подскажите, насколько актуально в Латвии или, может быть, шире на территории Прибалтики? Варианты старого, скажем так, характера, как это в отношении Вейнштейна, в отношении Нинкции и так далее. Спасибо. Насколько мне известно, у нас это не очень распространено, потому что, конечно, такие случаи бывают, но все-таки у нас, если люди с чем-то не согласны, то они, как правило, возражают против этого. Если они могут решить эту ситуацию на месте, они решают. Если они не могут, то они меняют место работы. О ситуациях, когда к нам бы приходили люди и говорили о том, что меня 20 лет назад домогались, ничего не было, но на данный момент у меня претензии, у нас таких случаев не было. Были случаи, когда люди приходили и говорили, 20 лет назад меня изнасиловали. Я не верила, что это может полиция раскрыть, но сейчас я верю, я вижу, и я хочу сейчас об этом сообщить. Такие случаи есть. И раскрываете вы такие преступления, это возможно? Да, это очень сложно, это требует очень больших ресурсов, временных, очень качественных следователей, очень образованных, но это возможно. Какое может быть дело, вы, может быть, сразу вспомните, самый вот этот долгий срок, по истечению какого времени вам удалось раскрыть преступление, которое было совершено какое-то энное количество лет назад? К нам пришла женщина в возрасте 35 лет и сказала, что когда ей было 15 лет, ее изнасиловали, ее одноклассники после школьной дискотеки. Нам удалось это раскрыть. Пишет нам еще в WhatsApp. Сначала начальница делала намеки на близость, а после обмана стала гнобить. Не оплачивала сверхурочные принуждения к бесплатному труду с угрозой увольнения. Для этого есть какая-нибудь статья? Наверное, я могу отвечать только за сексуальное насилие. Если сексуального насилия не было, то, наверное, это не наша тема. Тут вопрос уже трудовых отношений, насколько они честно соблюдаются. Если они оговорены в трудовом договоре и они не соблюдаются, то тут опять-таки есть повод для дискуссии и вовлечения той же трудовой инспекции, суда и так далее. Если это не оговорено, конечно, тут будет сложно. У нас не так много времени до конца эфира остается. Можете ли вы описать портрет стандартного человека, от которого можно пострадать? Как правило, это мужчина старше 30 лет, ранее имеющий судимость за сексуальные преступления. Как правило, он знаком с жертвой, зачастую употреблялся алкоголь перед насилием. И все-таки у нас большинство преступлений на сексуальной почве по отношению к детям, я так понимаю. К детям нет. Не к совершеннолетним, все-таки, ну, обычно среди женщин. Просто как считать? Любое использование ребенка, даже изображение ребенка для сексуальных целей, это является преступлением. Поэтому, понимаете, этот вопрос статистики. Если сфотографирование несовершеннолетней в вызывающем виде – это преступление. Если 18-19-20-летняя девушка себя фотографирует, это уже не преступление, а, соответственно, чисто математически, просто ввиду такого законодательства этот объем процессуальный гораздо больше. Но это не значит, что они именно являются пострадавшими. Спасибо начальник отдела по борьбе с преступлениями на сексуальной почве госполиции Олег Коловчиновский был у нас в студии. Спасибо вам за эфир. Спасибо слушателям за участие. Всего хорошего.